В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! Детский сад «Северка» В эфире сразу для 220 малышей. Многое это как его конструкции стало, которой у нас не было. У нас железки, обыкновенные в советские времена. А сейчас детям даже где есть и побегать, попрыгать. Масштабную реконструкцию оценивают как архангелогородцы, так и гости города. Вот и московские эксперты из Института Информика, проверявшие ход работ на объекте, остались довольны. В архангельские специалисты не случайно. Детсад «Северка» участвует в федеральной программе модернизации региональных систем дошкольного образования. Информика уже провела мониторинг нескольких учреждений области. И архангельский «Северка» в рейтинге лучших. Как нас заверили представители и Минстроя, и муниципальных образований ваших, к концу года, как предусмотрено планом, объекты будут введены, деньги освоены, что в принципе должно положительно повлиять на дальнейшее развитие и выделение средств вашему региону. На мой взгляд, чисто субъективный, как бы в такой красивый детский сад, цветной, светлый, просторный, детям будет приятно приходить. А прийти в обновленный детский сад можно будет совсем скоро. Большая часть работ в детском саду завершена. Смонтированы системы отопления и вентиляции. На территории идут работы по благоустройству. Масштабный ремонт стоимостью более 60 миллионов рублей при софинансировании городского, областного и федерального бюджетов проводится в соответствии с новыми стандартами. Порядка 25-26 миллионов рублей – это только городские деньги, то есть деньги муниципального бюджета. Все указанные средства направляются на объект. Здесь проектом предусмотрена полная реконструкция самого объекта здания, то есть внутренних систем коммунальной инфраструктуры. Мы работаем, скажем так, на повышение безопасности этого учреждения в соответствии с требованиями контрольно-надзорных органов. Обеспечение детей местами в детсадах продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города, определенной и в майских указах президента. Для ликвидации очереди дошкольные учреждения Архангельска создана так называемая дорожная карта. По ней проходит реконструкция «Сиверка» и уже разработан проект детсада в Соломбале. В целом мероприятие дорожной карты позволит в ближайшие годы создать в Архангельске более 2000 новых мест в детсадах. Артемий Заварзин, Алексей Шершов, Панорама Севера. Сегодня в Архангельске был открыт новый памятник. У Института комплексной безопасности САФУ на улице Кутузова появился бюст легендарному полководцу Михаилу Кутузову. Что связывает военачальника с Архангельском, узнала наша съемочная группа. Властью, данной мне государем, приказываю отступать. Россия – не одна Москва. Хрестоматийный образ Кутузова – проницательный взгляд на пудренный парик из художественного фильма 43-го года. Таким же, несгибаемым, его вылепил скульптор Александр Аполлонов из Краснодара. Казалось бы, как связаны Архангельск и Кутузов? Кроме того, что в поморской столице есть улица Кутузова, наш город косвенно, конечно, но связан с великим полководцем еще и тем, что во время войны 12-го года архангелогородцы пожертвовали на нужды обороны 65 375 рублей. Много одежды и продовольствия. А после победы в городе появились пленные французы. Они копали обводный канал и работали гувернерами. И вот сегодня Михаил Илларионович поселился у стен одного из корпусов САФО – Института комплексной безопасности. Конечно, это не случайно, потому что Институт комплексной безопасности находится географически на улице, носящей имя Михаила Илларионовича Кутузова. И мы надеемся, что теперь это будет такая хорошая площадка для встречи школьников, студентов, взрослых людей, настоящих патриотов нашего города, нашего края, нашего отечества. Появление в Архангельске на улице Кутузова бюста великого полководца стало возможным в рамках проекта «Аллея российской славы», который не первый год заселяет города страны скульптурами великих соотечественников. В дар САФО железобетонный Михаил Иларионович был передан безвозмездно. Очень уместно вспомнить слова выдающегося отечественного историка Ключевского. Вот здесь, в стенах САФО, Ключевский говорил, что история – это тот фонарь, который из прошлого светит нам в будущее и показывает нам, куда двигаться и как побеждать. Кутузов – один из тех, кто делал все возможное и порой невозможное, чтобы уберечь отечество от врага. В каком-то смысле его дело продолжат нынешние студенты Института комплексной безопасности. В критических ситуациях они тоже будут спасать жизни. Елена Матвеева, Ольга Красулина, Панорама Севера. Архангельскому телевидению исполнилось 15 лет. Еще более весомую дату – четверть века – отмечает Архангельская телевизионная компания. На торжественный вечер в честь празднования этих юбилейных дат собрались те, кто делает эфир и транслирует сотни различных каналов. День рождения телевидения. На него приглашены те, кто начинал его историю, и те, кто продолжает ее по сей день. За 18 лет моей работы в компании увеличилось количество каналов от нескольких десятков в аналоге до 160 в цифре. Я надеюсь, что и в дальнейшем наша компания будет радовать своих абонентов интересными цифровыми каналами и гибкой ценовой политикой. Без развития Архангельской телевизионной компании было бы невозможно создание городского телевидения. Сегодня они вместе пишут историю поморской столицы как передового города в деле развития информационных и телевизионных технологий. 25 лет АТК, 15 лет телевидению. Вроде на первый взгляд эти даты небольшие, но, например, по сравнению с 430-летием города Архангельска. Но это даты очень важные, даты не только для образования и становления компании, не только для города Архангельска, но и вообще для всей России. Это действительно новый информационный, новый телевизионный ресурс. Каждым годом он развивается. Я бы хотел сказать также, что компания не только доводит информацию до наших граждан, информацию объективную, информацию свежую, вовремя, но и занимается социальными проектами, что очень важно. А начиналось все в молодежном жилом комплексе Соломбола, где была создана первая в России телевизионная кабельная сеть. Юрий Фирсов, Мансур Салахуддинов, Станислав Новицкий. Имена основателя ЭТК навсегда в ее летописи. Так же, как и имя Якова Попаренко, который был награжден нагрудным знаком за заслуги перед городом Архангельском. Его он достоин за создание в Архангельске первого стране кабельного телевидения, развитие телерадиовещания и активную работу, направленную на реализацию социально-культурных проектов в поморской столице. Сам же руководитель холдинга АТК «Медиа» оценивает эту высокую награду, как прежде всего оценку предпринимательской деятельности. В Архангельске, в нашей новейшей России, отличный климат для предпринимательской среды. И это доказывает успешную деятельность нашей компании, которая создана была Юрием Владимировичем Фирсовым, и теми людьми, которые сегодня и в зале сидят, и которые не смогли еще приехать сюда сегодня. И я бы хотел сказать большое спасибо и руководству города, и нашей страны, за то, что она дала нам эту возможность в 90-е годы реализовывать себя по полной программе. Архангельское телевидение и АТК всегда были в авангарде городской жизни. Ни одно событие не оставалось без их внимания. Поэтому не случайно, что в своей ответной речи Яков Попаренко коснулся главной политической темы этой осени – реформы местного самоуправления. Нельзя лишать нас, горожан, права голоса. Если люди захотят избирать мэра, то они должны иметь на это право. И я думаю, что все мы с вами вместе, кто сидит в этом зале, будем помогать городу, нашим жителям это слово и право свое реализовать. Мы для этого с вами как четвертая власть созданы. Таким образом глава холдинга АТК «Медия» поддержал инициативу провести в Архангельский референдум, для того, чтобы горожане высказали свое мнение относительно того, как они хотят жить – в предназначенном сети-менеджере или в всенародно избранном мэре. Сегодня Архангельское телевидение смотрит не только в Поморской столице, но и в Северодвинске и Новодвинске. А в активе АТК 100 тысяч абонентов. В ближайших планах компании – строительство новых кабельных сетей – Высокогорке и Катунина. От всей души просто хочу сделать вот такой низкий поклон нашим сотрудникам, которые 25 лет, кто-то меньше, кто-то с недавних пор работает. Тем не менее, это люди, которые делают этот продукт, это люди, которые стараются сделать его качественно, это те люди, которые отдают свою душу, силы, свое личное время, в том числе иногда для того, чтобы наши горожане смогли видеть то, что они сегодня получают. За внимание к русской культуре и программу духовной тематики поблагодарил юбиляров митрополит Архангельский Холмогорский Даниил. Мы – русские люди. Значит, у нас русская традиция, русская культура, русская духовность. И вот все это АТК старается нести нашему народу, и это чувствуется. Я хотел бы за это поблагодарить Якова Владимировича, поблагодарить коллектив, потому что возрождать всегда тяжело, реанимировать. В тот вечер подарки не только принимали, но и делали их. В Даргороду и Музею изобразительных искусств. Холдингом АТК-Медия были переданы 8 полотен художников Архангельской Москвы. Традиции русского меценатства возрождаются. И это еще один повод для следующих материалов, которые будут отсняты, смонтированы и выданы в эфир городского телевидения. Архангельская телевидение появилась в моей жизни год назад. И, собственно, не успел уловить момент, когда первые шаги перешли в такой быстрый бег по информационному пространству Архангельска. Встречи, съемки, освоение новых пространств для строительства кабельной сети. Все это для сотрудников Архангельской телевизионной компании и городского ТВ не просто работа, а способ отношения к жизни. Всегда быть на шаг впереди. Елена Матвеева, Алексей Карельский, Руслан Симушин, Сергей Линин, Панорама Севера. Российские чиновники задумались о психике детей. Специальная рабочая группа из педагогов и психологов будет следить за детской продукцией в нашей стране. Сегодняшние детские герои, мутанты, киборги и куклы Монстр Хай. Мы спросили у Архангела Городцев, стоит ли уделять столь пристальное внимание игрушкам и действительно ли они могут навредить психике детей. Я считаю, что надо полезные игрушки для ребят выпускать, чтобы они развивались хорошо, ну для развития и наши русские. Игрушки должны быть, они радостные, веселые, правильно? А то сейчас таких ужастиков тут показывают, что дети, и телевизоры, и игрушки, страшилки там. Конечно, влияет. Ну, надо все-таки это дело как-то регулировать. Выбор детей, я считаю, ограничивать не стоит совершенно, потому что каждый ребенок вправе сам выбирать, чем ему хочется играть. Единственное, что мне кажется, нужно побольше ограничить, именно завод с китайских товаров. Вот это влияет очень сильно. Смотря с какого возраста, например, погремушки и так далее, нас вполне устраивают. А эти всякие куклы-брацели, как они там называются, да, я считаю, что это очень, ну, это, во-первых, некрасиво и неэстетично для детей. Поэтому, может быть, этот вопрос актуален. Хотя, есть, наверное, другие проблемы, которые бы хотелось бы, чтобы наши депутаты решали, помимо игрушек детских. Выбор детей ограничивать чуть-чуть надо, но не полностью. То есть, чтобы у них, ну, небольшой выбор все-таки был. Какие-то игрушки есть полезные, какие-то, я считаю, что есть вредные. Но что на уровне чиновников, я думаю, что это неправильно. Архангельскому кинорежиссеру, заслуженному деятелю искусства Российской Федерации, лауреату международных конкурсов Клавдии Михайловне Хорошавиной требуется срочная помощь. Необходимо собрать средства на лекарства. Очень многие знают Клавдию Хорошавину, талантливого человека, создавшего удивительные фильмы о нашем крае. Свои лучшие работы она создавала, работая на телекомпаниях «Поморье» и «Атыка». Это уникальные, лиричные, полные художественных достоинств, философских размышлений о связи времен, родине, людях, киноработы талантливого мастера. Лет 10 назад Клавдии при переливании крови занесли вирус гепатита С. Обнаружилось заболевание поздно. Лечение началось еще позже. Сейчас развился цирроз. Спасти Клавдию Михайловну могут лекарственные препараты нового поколения, которые широко применяются за рубежом. Стоимость полного курса лечения – 150 тысяч долларов. Это и есть цена, за которую можно купить жизнь для Клавдии Михайловны. На ваших экранах вы видите личный номер карты Сбербанка, на который можно перевести посильную вам сумму. В Архангельске завершился четвертый международный театральный фестиваль. В Архангельске проходит турнир по шахматам памяти Павла Череманова. В нем принимают участие воспитанники пятой спортивной школы от 5 до 12 лет. За шахматными баталиями наблюдала наша съемочная группа. За плечами этих ребят не одна сотня успешных партий, и кто-то из них борется только за победу, а кто-то набирается опыта. Семиклассник Вениамин Васильев – многократный призер городских и областных турниров. Юный шахматист признается – действует по привычной схеме. И она его еще никогда не подводила. Сначала какие-то позиции решаем, в какой лучший ход. Также надо как-то правильно оценивать позицию, чем противник играет, какие фигуры вперед выставляет, что он собирается делать. А вот для Дмитрия Хохлова важно правильно выбрать стратегию, от которой, по его мнению, зависит исход любого турнира. Зарядкой для ума юноша занимается уже три года. О шахматах он знает практически все. Они родились в Индии, и они изобрелись, чтобы вместо воинов короли играли в шахматы. Она случайно получается. Обычно я нападаю на рокировку. То есть? То есть в защиту короля пешками с ладьей. Близнецы Савати и Арсений – начинающие, вполне успешные шахматисты. Как и знаменитые сестры Косинцевы, тренируются дома, играя друг против друга. А кто из вас лучше играет? Как думаете? Нет, мы лоба. Нет, мы лоба. Арсений, я первый. Нет, мы лоба. Нет, вообще-то на прошлом году, помнишь, как Диша говорил, я выиграл у тебя постоянно. Нет, мы лоба. Нет, я тебя выиграл вообще. Нет, мы лоба. Нет, я первый. Кто из братьев сильнее, станет известно совсем скоро. В эти выходные пройдут последние два тура и церемония награждения победителей. Инга Швецова, Владимир Орлов, Панорама Севера. В третье воскресенье сентября в Мирном, как и по всей России, был дан старт Кроссу нации 2014. Во Всероссийском дне бега приняли участие около двух тысяч мирян. Бег по пересеченной местности или Кросс – один из старейших видов легкой атлетики. Из чисто легкоатлетического мероприятия Кросс нации постепенно превратился в общеспортивное и даже социальное действие. В этот раз участие в нем приняли жители всех районов города. Здесь были и школьники, и студенты, и пенсионеры, и рабочая молодежь, и военнослужащие. Бег – это неотъемлемая часть спорта, а спорт – это залог здоровья. А здоровье, в свою очередь, это основа полноценной счастливой жизни. Поэтому спортивное массовое мероприятие, как сегодня, это очень приятно и важно. И особенно приятно, что дети участвуют, и такая массовость тронута в городе. Это все радует, не может не радовать. Я участвую первый раз в таком забеге, самые приятные впечатления. Хорошая погода, доступная дистанция, много жителей города сегодня здесь. Было очень серьезный темп набран со старта, поскольку, я так понимаю, командиры частей готовы гораздо лучше, поскольку они постоянно сдают физическую подготовку. Мы слегка отстали, но в целом мы бежали таким единым порывом. Сегодня я впервые участвовала в кроссе нации. Это далось мне нелегко, но сил мне придавала та мысль, что на финише меня будут встречать сын, поэтому пробежать отлично для меня была главной задачей. Живой интерес многочисленных зрителей привлекали соревнования младших участников, чья возрастная категория – 2005 год рождения и даже меньше. Им предстояло преодолеть тысячу метров. Почти все справились с заданием, а в числе первых финишную ленту пересекла Полина Протасова. Я хотела занять первое место, но получилось второе. Занимаюсь я хорошо. А где ты занимаешься? На художественной гимнастике. В каждом забеге определились победители по лучшему времени. В число призеров вошли первые пять человек, которые получили памятные сувениры, значки и грамоты. Участники, занявшие с первого по третье место на всех дистанциях, были награждены памятными медалями. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 26 и 28 сентября в прямом эфире «Спорт» на телеканале ПС. 26 сентября с 13 часов до 21.30 смотрите прямую трансляцию чемпионата России по флорболу из Центра развития спорта «Норд-Арена». А 28 сентября в ресторане «Жеглов» пройдет Кубок Архангельской области по бильярду. Любители этого вида спорта смогут следить за прямой трансляцией в воскресенье 28 сентября с 12 до 18 часов. 27 сентября на нашем телеканале состоится прямая трансляция из храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельске. В 9.30 смотрите в прямом эфире божественную литургию воздвижения честного и животворящего креста Господня. Пояснение происходящего даст отец Валерий Суворов. Видеозаписи концертов, спортивных матчей и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 639 720. Открой город вместе с нами. В завершении информация о курсе валют. По данным Центробанка на 26 сентября доллар США 38,30 рубля, евро 48,84 рубля. И у меня на этом все. С вами была Лариса Истомина. Всем хорошего настроения и до встречи. Не стоит подражать кому-то. Каким будет твой день, ты сам решай. А у меня сегодня прекрасное утро и льется мир чудесный через край. Ну что ж, с этой оптимистичной ноты мы и начнем наш прогноз погоды на телеканале ПС. В Котласе пасмурно. 14 градусов тепла и слабый ветер. Осадков не ожидается. В Плесецке утром пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 13. Ветер умеренный и ясное небо. В Вельске облачно. Плюс 12 на термометре и слабый ветер. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром пасмурно. Умеренный ветер. Температура воздуха 8 градусов. Днем потеплеет до плюс 12. Ветер также умеренный. Мало облачно. Вечером ясное небо и столбики термометров остановятся на отметке плюс 7 градусов. Ветер умеренный. Ну и немного о моей второй родине. Черное на белом кто-то был неправ. Я внеплановый сын африканских трав. Я танцую регги на грязном снегу. Моя тень на твоем берегу. Африка. Увидимся с вами на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин